Жозе, вы не скрываете, что любите, когда много тепла и солнца, а тем временем российская погода входит в свою самую экстремальную фазу. Есть какие-то проблемы у вас лично с адаптацией к этому? Нет, проблем нет, адаптируюсь. К тому же это не первый раз в моей жизни, когда живу в отрицательных температурах и испытываю на себе все прелести зимы. Поэтому для жизни здесь нет ничего сложного. Другое дело для игры. Да, ребятам на поле намного сложнее, а для жизни для меня нормально. Двухнедельная пауза, учитывая концовку сезона, обстоятельства, которые выбивают из игрового ритма, или это не проблема? Не скажу, что мне нравятся такие паузы, особенно в конце чемпионата. Нужно уважать правила турнира, уважать интересы сборных, поэтому эти паузы неизбежны, они одинаковы для всех. Кроме того, мы в следующем году и впредь тоже будем играть по такой же схеме, тоже будем заканчивать в декабре, поэтому нам ничего не остается делать, кроме как привыкать. Конечно, хотелось бы, чтобы паузы были поменьше, чтобы было больше игр, чтобы не выбиваться из ритма, но тем не менее приходится с этим мириться, как и с тем, что у нас некоторые игроки еще продолжают оставаться травмированными, поэтому продолжаем работать, как было. Тем не менее, в кадровом смысле, есть ли у вас какие-то поводы для оптимизма по сравнению, скажем, с последним матчем чемпионата? Потери у нас в прошлой игре были большие, вышел тогда из строя Бурлак, который до сих пор еще не восстановился, вышел из строя Игнатиев и Майкон, которые совсем недавно начали тренироваться с группой, к тому же проблемы были у Янбаева, который тоже совсем, буквально пару дней назад, велся в строй. Проблемы остаются, и продолжаем работать над этим, как всегда. Ситуация с Кайседо относительно ближайшего матча тоже пока не ясна? По Кайседо тоже ничего не могу гарантировать, поскольку он еще не до конца вошел в строй, все по каждому времени. В этом весь футбол, он состоит из циклов, нельзя на протяжении всего чемпионата иметь всех игроков в обойме. Проблемы всегда были, есть и будут, нужно просто находить решение их. Матчи в формате ТОП-8, безусловно, интересны болельщикам. Накладывает ли это какой-то отпечаток на настрой игроков, тренеров? Не только для зрителей и для болельщиков эти игры интересны, они также очень интересны и для тренеров, и для футболистов, это могу вас заверить. Более того, могу сказать, что оставшиеся матчи будут полны сюрпризов, потому что будут исключительно игры с сильными соперниками. И здесь нельзя сказать, что те, кто находится вверху таблицы, будут задерживать победу только они исключительно. Команды, которые находятся во второй плане восьмерки, я думаю, тоже способны преподнести достаточно сюрпризов на последнем этапе чемпионата. Вы сказали о сюрпризах, а какие могут быть сюрпризы в матче «Спартак-Локомотив»? Я думаю, что сюрпризов никаких не будет. Обе команды будут играть на результат. Либо одна из них выиграет, либо будет ничья. А что еще может быть? Какие сюрпризы?